привет привет друзья добречного утра он сам все придумывает польские слова а мы так и это самое там чуть главное представить какое окончание чем забавнее тем более похоже самое то смешное что работает а так ребят потрясающий воздух потому что видите у нас просто везде лес вообще кругом как так совпало у нас место проживания хорошо и воздух хороший и до места проведения оказалось все быстренько а мы это выступали вчера романа поступило потрясающее предложение подкупающее своей новизной знаете какое такое сходить в кафе на обед завтрак у нас уже был замечательный но там все было прям чин-чинь чин-чинь банки мороженого я съел я нет у него чин-чинь и скушать какую-нибудь вкусную пиццу ну я надеюсь что вкусную вот здесь прям рядом кафешечка у нас какая-то симпатичная дольче это называется дольче вид надеемся там вкусненько мы посмотрим если нет рукопиками сделаем да вот дойдем в соседний маркет там в готовые этим проходить пироги а у нас ну да в микроволновке же так по сути то ли можно сковородочки накрыть и разогреть точно то же самое это что вам расскажем а вот момент то что я обратил внимание на немаловажный знаете в каждой стране есть свой фастфуд популярный даже в каждом городе вот в питере очень много пекарен прямо в петербурге сейчас очень много пекарен естественно очень много шавухи или шавермы или тебя собьет машина каких-то городах там на урале много пельменных к примеру а в варшаве мы ехали очень много пиццерин прям то есть итальяна примавера дольче вита ресторане и пиццерия вот так написано вот поляки любят пиццу по ходу дела ну в таком случае греха не попробовать я так думаю с 2 отзыв об по есть один кафе 2 кафе соседства там сидят люди сейчас разберемся пока влаваемся сюда ты берешь охранника я беру касса лёха берет камеру картинок нет складники складники нет картинок есть пицца паста антипицца антипаста паста макаронок называется свошка вы писать умных не skoda а skoda 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 а skoda переводится как жалко 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 купил 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 машину и жалко теперь типа алкогола вот водки я думаю нам надо заказать просто несколько паст маленьких паста пицца 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 извиняюсь думаю про то что паста не буду показывать вообще я очень люблю 4 сыра и папирони я люблю папирони вот такие у них разные смотри 28 36 40 выгоднее всего брать самую большую я подозреваю просто мы если допустим взять две-три поменьше вот и как бы попробовать просто разных я люблю папирони сейчас посмотрим сейчас мы разберемся ребятки и вот она папирони вот кстати такой кустик тут стоит и до сих пор не понял его жрать можно или нет другие столы хоть бы не съедим вот есть папирони точно 35 35 золотых лично звучит пирони а мне нужно на переговоры я больше по классическим пиццам 4 сыра папирони какие-нибудь с беконом нет вот с беконом прям ну какую-нибудь грибную можно как вариант ребята очень роман хорошо сказал жалко вы не чувствуете запах очень вкусно пахнет пицца тут мы посвящавшись обсудив крайне важные аспекты диетологии приняли решение что пепперони и фермерская лучший вариант на сегодня так кроме отрезать пепперони значит я буду отрезать фермер в таком случае хотя вообще вообще моя любимая пицца так раз таки пепперони я еще с детства помню что пиццу пепперони всегда ели черепашки ниндзя как вы многие часто отмечаете мое сходство с данными мультификационными персонажами не знаю почему но все же в общем ваша здоровье пицца в доставке так себе пиццу нужно сразу вспынуть жару с горяча есть ну ахуеть чтобы было так вкуснее вкуснее да так извращение надо так пиццу есть чтобы сырочек болтался в общем нам приятного аппетита и вам тоже грешки надо руки освободить чтобы тоже успеть поедем да то не стоит друзья всем привет сегодня мы тренируемся же все вместе вон ходит лёха поэтому я себе сделал я себе сделал штатив из этого тренажера рома уже раскачивает спину ну сегодня автор не бы соревнований при мы собрались духом если же не день не день тюлень мы приехали в зал по плану у нас сразу после тут внизу справа есть суши там мы пообедаем завтра станем пораньше утром сделаем тренировку ног и отправимся в вулф касту по-моему называется это военная база где находился здесь у них этот кусатый нехороший человек в общем маленькая культурная программа ну если уж быть откровенно честно просто у нас там небольшая рабочая встреча в той стороне дорога будет долгая часа два с половиной ну ребята отдохнут я по рулю утром кто делает тягу сверху а я часто буду делать тягу с упором на грудь потому что у меня после позирования такого количества категорий по ощущениям что в поясницу мне вставили рельсы железные и возможно еще куда-то одну рельсу засунули состояние просто разбитая устало и она дай бог тренировка сейчас все это исправит мы маечками поменялись мы как телочки ромка в моих шортах для его костюме хожу термариковича поменялись просто теперь мне тоже подарили любители на самом деле им там вообще много всего на давали на регистрации нам дали майку майку и масочку а я объясню потому что любители любители бабки платят за участие а профессионалы может не знаете спортсмены про лиги они один раз в год платят контракт и по турнирам могут участвовать не это могут они участвовать в турнирах на без взносов а еще и выиграют призовые тысячу баксов за второе место между прочим вот не честно поставленное второе место задвинуто этот шрам был первый у него не поймут для бомбит за троих ну еще пара человек в интернете вот уже даже эксперты диванные наши даже российские пишут ну да рома выиграл все все позы да но он не такой классичный вес сделан подрост четко определяет все блин плечи талия ужичева первого места все не классичный но мы уже все поняли мы будем работать мы стараться будем трудиться и мы сделаем охуенную прическу вот где-то самом деле без шуток мы обсудили есть на творчество моему ну короткой стрижки сделаем такие выбритые штуки у супергероев такие штуковины и может это будет смотреться для сути как-то более классик физик напишем или классик а я максимально эстетик может быть правда им важен какой-то момент образа и мне кажется будет прикольно выглядеть у рома этой вот так что в следующий раз ждите нас какой-нибудь прической я еще и парикмахером встал на такой час массажист парикмахер стилист мы смеялись там всех кисточками что-то поправляют и так далее и с гримом поправить там туалет бумагой снял бумажку отклеил глаза протер губы высер от грима все пошли на сцену так секрет ребят на лицо вам красят не забудьте сделать вот так вот так иначе потом очень невкусно во рту долгое время долго да прямо я уже забыл такой такой качатка ты пожирал хорошо слитого еще организма то есть я еще не восполнился водой ну стараюсь немного ограничено пить воды чтобы не было сильного отека вот и прям чувствую вот прям вот это вот сухость плоскость жесткость мускулатуры ну как бы вот внутри такие ощущения никогда ты наполненный прям чувствуешь как тебя наливает а вот это вот максимальные такие ощущения когда вот и максимально слитый я понимаю что у меня уже подлило водичка но мышцы еще не скомпенсировали воду у меня еще клетка не наполнилась водой и это прям ощущается при выполнении движения немножко сухих цифр обычно вы слышите компенсацию людей там по 10-15 килограмм чтобы вы понимали на сцене уровня был 100 килограмм ну грубенько да выезжали из дома весил 100 сейчас он 103 700 здесь вошелся дома в штанах а я взвешивался с весом 93 9 при том что я думаю что выходил на сцену килограмма 91 это второй день же у нас не знаю почему так как вроде бы мы похомячили так неплохо такие мы довольно таки качественно сохранившись на второй день посмотрим когда в какой момент превратиться карета в тыкву но пока еще норм но видно что пленочка есть уже под этим да но ведь пленочка компенсируется объемом мутиплатуры уже под коже пленка есть но мышцы еще водичка не наполнил как нужно поэтому такой вот гиперкомпенсации и после соревновательной наполненности я еще не чувствую сам наполненность произошла за счет гликогена за счет тех нутриентов которые я ел до соревнований и когда мы покушали уже после соревнований сам гликоген немножко вода под кожей потому что ощущение в мышцах максимально пустые нету прямо такого я еще чувство обезвоженности во рту так суховасен поэтому жду вот эту плавную конденсацию не гипер когда просто в разные стороны разбегаются мышцы это просто аж это наполненность мышцы раздевает хорошенечко плавно наполнится поэтому сегодня у меня был только завтрак овсянка с яичникой ну тостики съели с яичком сделал потом поел фруктов и вот перед тренировкой пару печенек съел сейчас после тренировки здесь прям по тренажерном зале на первом этаже там суши бар какой-то планируем туда сушки повезти ходи с друзьями и на самом деле казалось куда оппозировать вроде может быть не сложно на первый взгляд когда оппозируешь одну минутку просто на камеру на 5 соревнования очень много коллаутов 6 категории 6 произволок 6 презентаций 6 сравнений ряд сравнений вызованы по коллаутом по подлинга было много очень безумно болит поясница старая травма плеча разыгралась но вот поставок я помните гантели пожал до соревнований тяжело постепенно восстанавливается функция легких прям я это чувствую я не с каждым днем легче примерно через месяц у меня планируется старт он пока еще не подтвержденный до конца поэтому не буду озвучивать там по индивидуальному приглашению мне пришло вот и мысли разные вчера я лежал температура поднялась опять воспалительные процессы которые сохранились и уже найти страны очень стрёмно до пройден путь там сушки довольно и долгий процесс соревнования такая хорошая форма в португалии думаешь остановиться и заняться восстановлением себя и лечением продолжить дальше сезон мыслей куча сумбурно где злость да то что тут вот мог тут реально мог очень забрать карту если был формы португальские но нет не позволило здоровье и такая злость обида расстройства мотивация желание дальше двигаться много благодаря вам желание двигаться дальше сейчас поясница болит но благо есть с упором тренажер на самом деле обычный контроллер работаю все равно немного статично фиксируя спину упираясь так скажем верхом брюшной полости и делаю тягу сейчас же я буду делать прям реально полностью расслабив поясницу чтобы она разгрузилась таким образом конечно руки подгружаются сильнее меня но при этом вот поясница полностью расслабленная для меня откровенный сейчас в этом плюс потому что нам мешает спать наклоняться вообще в общем такой нюанс появился но это еще три-четыре дня я уверен что все этот весь этот гипертонус пройдет друзья ну что и вы вы наверно поверите помните вам сказали что нам на 5 перенесли собеседование буквально час назад я списывался с менеджером проверили все на сайте было подтверждено и мы такие нормально вот угадайте что вам сейчас скажет рома только что пришло сообщение что наше интервью которое должно было провести 3 сентября аннулировано вот так опять показали сказали пиздуйте домой к семье к деткам наслаждайтесь жизнью готовьтесь к следующему турниру попытайте удачу в следующем году ну что так завтра к сожалению мы не полетим потому что сами понимаете завтрашний день билеты стоят на одного человека полтос лететь от 20 до 50 часов ну нету прямых поэтому что позже уже в процессе как мы позанимаемся я сяду проверю на чем можно улететь когда естественно машина дом все оплачено до пятницы говорится не дороже денег мы я считаю здесь показали феноменальный результат он показал феноменальный результат я не сдох я приехал я сделал что обещал и ну по факту если быть честным я считаю что форму я сделал лучше чем я думал потому что ты говорил неоднократно состояние внутреннее было природина просто ну упасть как удалось что ты себя выжить я не знаю честно вообще до сих пор понять не могу искренне так что в общем ребята я думаю что завтра все дела я говорил едем на волчий замок и может быть пораньше отправимся все будем планировать снимаем чем польские польские каникулы заканчиваются лёлик болик и анаболик открываются отправляются домой скором времени на самом деле безумно скучились по деткам всегда все говорят что все всегда к лучшему что хорошего в том что мы не получили сейчас визу сша я не знаю но наверное что в этом есть хорошее что хорошего что я занял второе место не первое имея квалификацию на руках на олимпию не имея возможности попасть в страну где будет проводиться олимпия это вдвойне обиднее чем просто не иметь квалификацию и не ехать ну поэтому как так это такое знаете утешение внутри самого себя конечно внутри сейчас такая хотел сказать буря эмоций ну нет там полный штиль нормально не самые страшные вещи на эти вещи похуже происходят регулярно это сделаем найдем сделаем получим да это не просто так дорого но пробьемся суши мы отменили мы купили много вкусной еды домой и поехали по новому маршруту навигатор нам построил и попали мы в маг дворец я такого размера макдаков еще в жизни не видел тут парковку такой плакат огромный прямо еще парковка но тут рядышком пляж тут рядышком пляж залив возможно связано с этим и и роман говорит надо проверить какие то есть особенные блюда как что бургер с пельменями бургер с пирогами но вы не поверите мы подъехали и реально на блокадах блюда которые ну поэтому бургер хоть там грилет чиз так далее почему снимаем на улице вдруг опять скажут внутри там не можно это мы слышим регулярно с нашей камерой мы идемте внутрь и тихо реально там прям лег картинки поснимет если что-то туда-сюда дворец нас когда это макдак настоящий ресторан в стране тех мало и плакаты за 10 километров начинают что через 10 километров будет макдак обалдеть ну вот когда ничего не понятно скажи кто чё будет кто-то будет чё-то я буду это такой кто-то будет я хочу потыграть такой а вот раз ну или давайте разными сначала делаю 2 а я это сидушка что-ли богатырская рова просто для вас ради вас будет сравнивать место чизбургер и российский исключительно он говорит даже потом вы как булиничка пойду блевать в туалет чтобы это все не усваивалась но ради пацанов на самом деле мне плохо вроде пацанов где я готов на все ради подписчиков любимых очок комиссии то у них очень много всяких макфори тут разность самые это это этот карамель судьба судьбинушка нелегкая завела нас в макдак друзья я вообще на самом деле есть ем макдак редко но если ем я всегда беру он называется big tasty в россии самый здоровый мне очень нравится в нем соус здесь походу нету бик тесте да он обычно самый дорогой фонды пипец два файдера что-то не милс походу big tasty у них просто нет а кстати там потрясающий соус я не путаю есть big mac есть big tasty правильную самый здоровый самый вкусный и его нет представляете ну тогда будет вот с нью наверное такой же как у лёхи классик я возьму мил чтобы у нас у всех было большой напиток и картофанчик для всех что он мне говорит он предлагает выглядеть а почему на сладкий здесь и десерт я хочу на то что не будет ну ночь без картошки тоже сильно не хотел не рвался не кричал хочу картошку никто не кричал вот я увидел соленая карамель на то есть мне кажется это вкусно встречи еще другой город ехать надо что-то накатило вообще ничем не отличается даже запах такой еще очень вкусный а везде чисто описано оказывается четверги у нас с женой прям вот любимый так гру тебя походу вот это число оторванный эти одинаковые это друзья мои это называется маэстро что-то там гриль в общем похоже делается на биг мак у меня тоже самое по моему только еще такой кусочек сыра не добавляю и соус сырный еще жирно очень очень такой какой-то вкусный соус ну прям пасек на его не мой обычный тисбургер вкуснее сейчас груди там маринованные в уксусе и все это поинтереснее приятного приятнее на на тут прям очень много уксус и сырный солнечный что такое на это так что если будете вот чист не берите он прям такси лёв подруга еще конясты здравствуйте здравствуйте вашу папу и тут и там снимают вы уже слышали да что здесь ананасик клубники голубика дыня вообще очень весьма вкусно все может приводите друзья мои вот так бегом-бегом мы добрались сдали автомобиль прорвались через зарядуты контроли досмотров проверок и все ерунды собственно через час уже я думаю посадка может быть а может быть даже чуть раньше ну легкий перекус ну как легкий у меня легкий угром это просто контейнер еды такой бодренький можно снять как он радуется потому что он ест уже сняли как он радуется он опять просто радовался просто редко явлений когда он радуется поэтому это не снимает на всякий случай очень вкусные фрукты кстати фруктов хотелось я наверное дома куплю себе арбуз на арбуз вот и на этом закончим потому что мы уже в автомобиле с романом обсудили определенный план соревновательный потом он уснул и проснулся уже в аэропорту вот вчера вечером тоже мы ромку оставили отдохнуть мотались другой город по делам вот ну вот кистую морду не смотреть за ним сидели мы недовольны сидел почему вы потащили поэтому он отдыхал друзья еще раз польский турнир закончился я считаю великолепным результатом но заниженным местом ромы в принципе по скажу что посетить тоже подзадвинули бб все приятно самое главное просто понимаете 4 медали пусть и меньшего значения это больше чем 3 а дочка не понимает они все блестящие и она очень рада что их 4 поэтому что может быть более ценным чем улыбка этой просто маленький великолепной девочки поэтому папа план выполнил по сцену вышел медали получил рано или поздно свою про карту он тоже получит лучше рано чем поздно я расскажу вам маленькую историю правда очень забавная и вылилось у нас гениальную идею степень гениальности зашкаливает в общем вылетали мы сейчас когда мы вылетали из питера сюда мы сдаем паспорта алексей я и рома загранники долго ждем что-то ковыряется ковыряется поднимать за спрашивать а вы говорит у вас виза в одном паспорте а летите по другому на меня смотрят я такой да нет у меня в одном а зачем мне два паспорта дали старый новый я опять нет говорю ну вот открывать два паспорта попросите пожалуйста когда к руслан говорю и роман это два раза в человека давай смеяться видите пожалуйста фотографии похожи я подумал что паспорт на мой того же чину человека два паспорта в общем мы посмеялись над этим а сейчас подумали а что если ромка пойдет за меня про карту выигрываешь ты похож так сильно ну как я не сольюсь говорит там 92 килограмма чтобы выйти очень просто будет по бодибилдингу выходишь выиграешь про карту мне говорю а я потом буду выступать в классик физик тоже можно перейти выиграв про карту в любой категории среди любителей ты в профессиональных можешь в любую идти так сделал в краске в прошлый раз этот рука стоит на румынии как его питер молна он же выиграл про карту вообще в любительском бодибилдинге а вышел среди профессионалов уже в классик физик но такие же шуточки шуточки на правда это было очень забавно и было бы афера века поэтому если кто вас похож на романа то за определенную сумму денег он для вас может поехать и выиграть про карту с вас усики и парик нет что ну давай что там что нет нет сколько баллов нет что нет нет это начинает бизнес рушишь это стартап мне уже написали под youtube роликом под последним что я подхалим уллин на руслан больше меня несколько раз кормит меня поет а то бы я еще меньше был чем я есть вздохнул и подумал на правду не обижают так и есть так и есть друзья объемами я не отличаюсь к сожалению но даже при своих весьма скромных объемов я носовал в полный рот таким комментатором как вот этот человек и выступает профессионал успешно надо отметить здесь можно будет по-разному поэтому подхалимулин не подхалимулин значение слова подхалим сначала вы знаете я про себя ни слова не сказал такой я блять пиздатый заебатый ролик я сказал ну вот да поэтому не видел поэтому это не я подхалимичал руслан и подхалимичал на меня стрелки перевел подписчики так считают они не от большом ума про завидую это всегда в основном зависть они бы на тоже хотели тоже хотели возможно подобного отношения я помню ролик одного нашего спортсмена очень известного и весьма сильного спортсмена в одном ролике не буду назвать имя потому что считаю что он сказал неправильно отношусь к нему вообще очень хорошо он сказал что вот компании компании люди хотят сотрудничать с кем-то кто уже успешный не хотят никого выращивать а вот я сейчас думаю вот наверно родился это месси не знаю пятилетний месяц и пришел такой хромоножка коротыш с дефицитом огромного роста и тогда побежали сразу дали им контракт миллион долларов не поверите было все иначе я уверен что там не знаю кто-нибудь семи и так далее но сначала он начал хорошо играть а потом его пригласили сначала человек играет хорошо студенческой лиги а потом его зовут конь там клуб цска сначала человек начинает забивать голы хоккеист маленький и родители вкладывать в сумасшедшие деньги это очень дорогой спорт и потом его могут заметить как называются эти вот ну кто еще скауты да скауты да в команды и это так работает и сначала работаешь сам на себя на свое имя а потом тебя замечают я практически наверно 13 изучаю диетологию физиологию биохимию там теорию фитнеса смотрю учусь до какой-то момент и я вкладывал свое время да это средство до покупают литературу средства там в себя кота кушаешься ки протеины поешь абонемент качаешься лечишь свои травмы да туда надо опыт в лечении травм большой потому что ребята ну вот это раз самах увидели я его научил заживать потому что ну то что переносил перенес я и после чего устанавливался и функционирую нормально это такие важные вещи поэтому ребят у вас тоже возможно есть шанс ну по и тут же смесь отношения реакции генетики ведь вы же с рома познакомились нас не было вообще то есть я существование ромы практически не знал пока мне показали потом он показал один комментарий мой куда дремучего года когда я случайно то есть я не знал кто это я просто листала ленту в инстаграме видимо в предложенном и там кто-то был прям такой очень хорошо сложный парень глубокий пропорционально я написал комментарий что от настоящего дебюта оказывается это был рома заряд я не знал кто это потом вниз через года два его представили просто начали с ним сотрудничать да именно как тренер спортсмен я с ним спортсмен с компанией он амбассадор рекламный агент компания за его так скажем продвижение оказывает ему посильное вознаграждение потом со временем я начал смотреть что этот парень с какой отдачи этот парень работает потом отношение этого парня к компании потому что ему дают обычно большинство считают что им должны а я видел и считал что рома стремился отрабатывать больше чем ему дают и соответственно возникает желание у компании там и у меня лично потому что я по сути есть есть компания вот как бы там взаимностью отвечать я видел прогресс исполнительность тренировках я видел заинтересованность человека и момента других да я видел абсолютное доверие да потому что иногда мы делаем а потом переспрашивать отчет нормально тогда будет вот и поэтому мы как вместе растем как команда вот команда командный вид спорта и не стоит завидовать стоит брать пример я понимаю что очень воспитание родители страна агрессия да вообще агрессия к любому успеху чужому вас научили но вот все что добились мы это все не упало с неба мы не какой-то там поставленный чиновник да чей-то сын брат сват жених ромка сорска он восемь сезонов или шесть топтался на россии чтобы выиграть может там и больше да весь путь соревновательную не очень огромный меня тоже я первый раз выступал в 19 лет я уже начал заниматься в 14 больше половины жизни реально сознательный я занимаюсь бодибилдингом в каком моменте мне человек приносить какие-то дивиденды потраченное время не сразу далеко не сразу и вкладываю очень много сил и времени не вкладываю до сих пор в общем не знаю так не жаль моя философия закончилась у нас это соревнования которые проходили в польше график последующий мы планируем и опишем свой тоже опишу ты с ручьев нацепил там есть я еще хочу это тоже путь возьму я без елку только фрукты вкусные все пойдем фрукты есть пока еще пока еще не есть пока друзья спасибо что вы с нами комментарии лайки рассказать друзьям это все очень ценится потому что ну мы прям я считаю что мы делаем хорошо возможно конечно я немножечко много говорю правильно руслан но мой канал все что нужно делаем никому плохо своим контентом своими выступлениями своими какими-то там высказываниями и так далее все что мы делаем и когда другим людям неплохо с этого то мы имеем полное право на это поэтому мы стараемся стараемся пилить контент для вас все это на самом деле капец как не дешево как мы не просто не дешево может тут сидеть на джек ровно да то есть никто не обязывает это делать никто не обязывает меня там снимать на свой канал контент лёша чё просите что ты хочешь возьмешь фрукты взять да вот никто не обязывает руслана покупать камеру за полмиллиона возить с собой везде оператор чтобы вам показать там интересные ролики с выступлений ну это все его личная инициатива все это делается за его счет все это покупается там ну совсем не задешево поэтому прежде чем написать какую-то ерунду глупость какую-то ляпать и так далее подумайте о том что тот контент который производится для вас стоит достаточно недешево и просто имейте хотя бы элементарное уважение элементарное уважение к руслану и скажем так компании вот и все вот и все всем и кушать по прилету в россии чего-ничего побрякаем до сих на один крошек привет все в россию прилетели пустили быстро спросили откуда сказал откуда поздравили нас очень то есть улыбалась видимо эти патриотические чувства наших людей всегда очень сильно спортсменам что спросила чуть выиграли выиграли довольны сразу потратной печать вот хотелось бы сказать что все заслуженный отдых но я не съеду в офис еды на работу потом уже все-таки то нет тренироваться вечером но спать точно буду поэтому сон восстанавливающий лечебным оздоровительный будет присутствовать в нашем рационе сегодня я меня между тебя дома сегодня еще установка можно поесть попить а завтра в режимчик 150 рублей да и 300 галка 300 300 рублей и 300 белка фору врачеру жизнь можно да 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 друзья потому сейчас еще на 1 до недели до например набросали план ориентировочный по турнирам по сейчас по тренировкам по питанию вот по тренировкам и когда будет подвиг это под мой общем все мы раскидали чуть подробнее завтра уже в календарь внизу по датам понеделям довольно таки активно еще этот сезон будет продолжаться мы с вами обязательно поделимся информацией видите вы без багажа взяли билеты обратно с багажом с багажом стоило примерно сто пятьсот миллионов вернуться в россию так быстро поэтому я как вьючный мух на мне висит все ну ничего страшного будем считать что дополнительная тренировочная нагрузка прощаемся